Сначала по улице Комуны они шли, начались гуляния, а потом по улице Советская, потом по проспекту Ленин. И здесь были гуляния в эти выходные, мы ни к чему не призываем. Мне кажется, мне бы ноги отстрелили, если бы я там встал. И я постоянно задавался вопросом, кто вообще в них ходит и для кого это сделано. И мне когда-то Алина рассказала, что у нее мама в 90-е терлась в этой тусовке. И там именно просто депутаты своим женам дают заниматься, и они занимаются. Практически друг для друга. Да, да, да. То есть одна к другой ходит, вторая к третьей, третья к четвертой. А потом все у первой встречаются в кафешке. И это как бы все на одной улице происходит. Так там только одну улицу наезжает. Кстати, не надо было извиняться, надо его пинать дальше. История в том, что чувак себе реально в 90-е отгрохал отдельный лифт, просто выделенный, без подъезда, чтобы ездить на отдельном лифте. А ты имеешь в виду там подземный бункер, где пытали людей до революции? Да, да, да. За один год до революции. Вот только построили, сразу пытали. Делает меня три. И я, короче, как в том стикере Гоблича, который так... И мы, короче, туда заходим просто на шару и говорим это, ребят. Когда офис скажут? Мы хотим офис снять. Они такие, молодые люди. Это муниципальное здание. Мы такие, ну хорошо, а офис-то можно снять? Да, конечно, обращайтесь на публичную библиотеку, туда-сюда. Это же Россия, все можно договориться. Я в тот момент все понял. Сейчас меня отстрелили сразу после того, как я это рассказал. Ну, можно просто громко... А у меня погас от экрана, ты, интересно, он заблочился? Ну, не знаю. И он просто умер. Он умер.